Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Как сообщает ТАСС, ученые из Принстонского университета в ходе исследования нашли причину резкого роста числа ураганов у берегов США в последние три десятилетия. Климатологи предполагают, что это связано не с глобальным потеплением, а с долговременными колебаниями климата, которые временно сделали Атлантику спокойной в 1960-1980 годах. В последнее же время в океане участились различные погодные катаклизмы, наводнения, засухи, аномальная жара и ураганы. Некоторые специалисты обвиняли в этом глобальное потепление, хотя полной и детальной статистики подобных климатических явлений за последние столетия попросту нет. Принстонские климатологи детально изучили данные Национального центра наблюдений за ураганами США в период с 1851 до 2019 года, затем сопоставили их с тем, как менялся климат Земли, и смогли вычислить типичную частоту ураганов в Атлантике, их силу и продолжительность. Атлантический регион за последние 150 лет пережил несколько достаточно продолжительных эпизодов резкого усиления и ослабления штормов, длительность которых составила около 30-35 лет. В период с 1900 по 1930 и с 1960 по 1980 года ураганы возникали достаточно редко, а в конце XIX века и в середине прошлого столетия, почти так же часто, как и в нынешнее время. Это говорит о том, что рост ураганной активности в Атлантике сейчас связан скорее всего с долговременными климатическими колебаниями. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере, а также увеличение средних температур воды и воздуха тут ни при чем. Климатологи предполагают, что дальнейшие наблюдения за ураганами помогут разобраться в том, как глобальное потепление влияет на частоту возникновения ураганов в Атлантике и их типичную силу. Такие данные помогут понять, когда перемены климата, спровоцированные человеком, начали оказывать влияние на зарождение и исчезновение океанических штормов, подытожили специалисты.